брусилов offensive окей посмотрим что это себе представляет я не то что вы помню возможно мы когда-то играли потому что играли порядком в это счастье и раньше и до того как версия 32 вышла и после тоже так что вполне возможно что уже наткались а может быть нет в конце концов довольно много даже было символ плеерном режиме там по моему сколько что-то мне кажется в районе шестидесятков хотя возможно у меня память подводит а и вот народ уже летает хорошо клавишу п нажимать не обязательно потому что мы на сервере на счастье я возьму что-нибудь автоматическое как я люблю и пойдем куда-нибудь ага тут с ботами посмотрим насколько они хорошо будут работать не будут ли крашить все дело конечно не самое лучше оружие для стрельбы такой честно говоря у нас некоторая проблема вот эти точки давайте мы что-нибудь с ними сделаем попробую аккуратно прорваться насколько вообще возможно там судя по всему народ то есть один захватили еще заходит 2 наверное пробуя заничковаться внутри может быть здесь тоже нет да далековато флаг находится конечно у меня шансов 0 так между вагонами не по перелазишь окей да это меня устраивает давайте постережу и отобьем у австро-венгрии это такой вот позиция ключевую потому что все-таки железнодорожная станция пути сообщения довольно таки быстрого это неплохо они что знает что они а я правильно сориентировался забыл кстати посмотреть на какой стороне то есть разобла сообразить на какой стороне понятно что эти кто у нас тут так когда сидишь что у тебя ник по-прежнему наверху чтобы сообразить нужно вверх смотреть на человека это подводит потому что потому что конечно пока ты смотришь все это счастье может тебя убить так ну чё попробуем туда пройти не так блогер ну как раз блогерами я нельзя назвать так я не знаю на какой он был команде поэтому возможно я не туда ответил но у меня нет уже желания разбираться потому что у нас боевые действия так что вы извините так и да у меня язык на английском потому что так проще общаться потому что сервер то международный и кириллица явно не зайдет остальным потенциальным участником которые не обязательно из русскоговорящих стран если видим кого-нибудь то падаем лежа и пытаемся что-нибудь сделать хорошее и надеемся что настоять не разломбить например свои ну может быть как нибудь я выживу как вы думаете и хотя бы в спонсобью я избили я конечно внизу но тем не менее тикетов до хренищей трошки поэтому для сетевых сражений конечно интереснее но на таких настройках сингл-плеер я бы не стал играть потому что ну на одной карте зависать на 25 минут до по таймеру и ты без таймера так вообще на час может быть а это слишком много ну чё у меня пропалят я думаю пропалят начали отсутки от клюнуку больше последние несколько дней до последние несколько дней мне довольно таки фигово было особенно дня 13 сейчас то я себя и чувствую еще получше поэтому я сделал все-таки стрим я записал одно видео battle field of sky не записал never winter потому что был не в том состоянии посмотрим может быть я его интернет запишу и завтра посмотрим как дело пойдет успел начать стрелять не успел завершить дело шаг окей дальше пошли я здесь не вижу большого обиде техники вижу самолета какие-то возможно что и наши в в том числе немножко стационарной актерии и в принципе все пока почему плохо переписываться чатом текстом потому что пока ты печатаешь кто-нибудь тебя убьет поэтому в идеале стоило бы говорить голосом по каналам типа один канал для одной команды другой для другой что без читерства потому что сказать голосом можно быстрее и отвлекаться не нужно что сильно помогаете иногда играю в рабочий там народ переговаривается в основном только когда играет серьезные соревновательные дисциплины типа в компетитив режиме это не всегда но бывает что именно это и спасает из народ состояний конечно сложить 2 и 2 черт возьми а господи слишком много их на одного меня и анонсировать меня в общем-то сильно не нужно потому что у меня до недавно была какая 4 годовщин канала и у меня сколько 333 подписчика было 339 наверное сейчас это точно не заслуживает какого-то отдельного внимания насколько я себе представляю может быть если мы были каком-нибудь десятом году можно было бы сказать что но допустим а 2020 если у вас зрители не осчисляются или хотя бы подписчики сотнями тысяч ну значит это чисто такое для собственного удовольствия но и повторюсь у меня канал-то некоммерческий поэтому вполне соответствует к описанию их туши мою цель этот пришибленный бордюр не дает стрелять нормально с вот так вот бедрам слишком фиговая точность до большие тебе планчики которые потяжелее это что-то чем-то я пробовал чуть-чуть их свободное время летать и очень неудобно это делать раньше думал что стандартный брофилский самолет это такое себе удовольствие но это еще хуже на мой исключительно частный свет целая куча жизнедорожных мостов так это наш будем считать что я его отвлек налево не так мы не запрыгнем так мы застрянем нафиг и сдохнем тоже так мы тоже можем сдохнуть но все-таки возможно варианты какие-нибудь можно быть потенциально окей это наверное ненадолго но пару очков мы наверное взяли это чё а это миномет нет этого трогать не будем но даже как-то моей смерти коротенькие компенсировать и привет константин мы играем частично с ботами частично жены людьми и карта у нас вот такая да замысловатая машина я бы сказал чай щергомостка не берет щица от свой у него стрелять не надо ты твою налево нормально так меня причем даже не боеприпасом судя по слову killed а чисто осколками ну и конечно боты как обычно они не умеют ходить через такие препятствия если у них где-то пусть сбивается то дальше вот получается вот это к сожалению а вот сергей который собственно и предупредил меня вчера вечером прочитал я сегодня днем и как ты даже нашего время но играется на этой карте не очень хотя я вверх то по списку продвинулся в команде а не знаю даже каким чудом судя по моей фиговой статистике может быть за счет захвата перезапада точек фанкми как вы думаете я успею добежать до этого счастья и поможет ли она не хэй где-то падла а это чей-то наш по моему что-то разъяснило да это какие-то не христи поймаешь ага да надо крутиться в ту сторону там он поживает по моему его разбомбили спасибо товарищи без вас вы было сложнее а а имя конечно тоже за компанией ну ладно успея заспалиться да наверное фигово что потеряно вообще засыщаюсь свои ухты а там нет где кто штука мне в кого стреляем теперь вижу но маловато можно сказать что можно было бы на винтовку переключиться но моя точность меткость мне короче не позволяет использовать не автоматическое оружие с высокой эффективностью по крайней мере не против людей против ботов может быть но в таких условиях вряд ли к пока у даже миги и не его засчитали и над не рассчитывал спокойно твою налево всего чувак не с кем не бывает дресси как минимум один из них наш шо неплохо где-то там на тишине было видно и похоже ушли так это оба наши отлично такое ощущение что мы догонял к играем потому что постоянно что-то перезахватывается захватывается и так далее о да я вижу этот эту шахту она мне что-то напоминает и отвал эти тоже по моему мы здесь когда-то давно тоже играли другие времена потому что мне что то есть напоминает все счастье да и шахта вот это точно играли только не помню до версии 32 или после ты кто-то меня пытается снял и не только пытается так что особо и не найдешь не увидишь пока не станет слишком поздно даже из так хорошо можно и отсвечивать не совсем буду хотя бы в каком течение кого-то времени твою как бы это сказать помягче даже забавно вспомнился куда мы нет ни сюда обратную сторону попробуем прорваться еще один самолет наверное он улетит к тому времени как я захочу его сбить правда селось бы черт возьми его отчудухать я не особо на что рассчитываю честно говоря достали эти ребята это ищи кто его не я ну и ладно будем считать что я в лесу лет и вот теперь займемся более эффективными делами так здесь поле слишком чистое даже как-то неприлично чистое черт возьми кто ваш ну вот что ты будешь делать с такими ребятами нехорошими если на чистое поле спрятаться нигде вообще никакой детализации этот довольно плохо так это свой тоже свой может сюда что ли перейти я не знаю даже незначительная победа хорошо отлично и я на каком месте в 10 в 10 лет назад или тип того а пока что мы можем насладиться именами для компьютерных игроков некоторые из которых совершенно феерические особенно те которые пытаются косить подславянские не обязательно русские но и в том числе кеньте сербский например краков 1915 добро пожаловать в польше да это то любопытно кто я синеньких валим да не перепутать теперь нас наше настоящее количество а это значит это 66 13 значит это занятно что и и и и и и и и соответственно включится да зрители и и и и и и если и это прибьют наверное даже ниже толком пока сколько патронов еще более-менее на недолгую жизнь хватит извините ребята не было возможности разбираться кто из вас где прыгает да ладно пробуем дайте дальше кей-кей пробуем пройти если получится хорошо летает мертв ты кей перепрыгиваем успея к тому времени захватить флаг или нет когда мы все успел долго не прожил потому что здоровье здесь нету а здоровье и у меня нет этого же и смысле аптечек и в смысле фактических параметров так здесь довольно пусто и бессмысленно подойдем ко флагу но не судьба не в этой жизни пытаемся маневрировать чуть-чуть немножко скрываться за деревьям потому что там базовых на серию главное можно получить пулю в лоб кинуть то я успел но только попадет ли в кого нет занято ну конечно я чего-то подобного ждал значит возвращаемся будем яйца одного тут не осталось каком-нибудь товарища в углу я застрял почти что удачно ух ты надо как меня колбасит давайте здесь исполнился попробуем пойти отбить ту точку угловую которые не захватили на северо-западе так нет ни сюда сюда так там пара своих тут так кино гранаты кидать не надо крайне мере пока привет пока пока привет гостем будешь дорогой говорили с сервера тоже хрен чего найду было бы хорошо если может было квартирками куда-нибудь в полезные места проходить из одного дома в другой например но я не думаю что здесь можно что сделать что дома это стандартная бутылдовская штука скорее всего никак не матрифицированная аккуратно ребята смотрите по сторонам далеко поехал но до того как я сдох у меня получилось убить пару человеку против и правда нужен 9 она конечно у нас вряд ли получится захватить здесь преимущество на долгое время а это означает что вот эти вот 700 тикетов мы сбивать будем очень долго даже если у нас получится ну ладно если хотите следующие пусть будет следующим к сожалению под он чего либо ты и он либо все мы но не он я считаю баланс того стоил все таки пардон окей но за спавницы нам хватит вроде бы времени я имею ввиду не хватило надо как бывает потому что товарищи топятся по линии вот этой а понятно мы обмениваемся позициями спела кинуть эту чертову гранату сложно было сказать премия так я себе сам представляет зима есть москоти 1 бы убиваешь дохнешь и да по новой ах ты пока шоу ну чё наверно не успеют исполна как знать не успею но идея была неплохая я даже вырвался вперед на 3 кило хорошо стреляет гулка но вот только в атике там они нас переигрывает к сожалению теперь на и на их стороне еще и тикет блитинг я имею ввиду а когда они нас заперли в одной точке это реальная проблема понятно что она не захватываем и над тем не менее до этой карте явно не хватает таких вот перебежек из дома в дом с квартире в квартиру как-то мы замысловатым образом типа поднялся туда здесь кое-что есть но можно было бы больше развить чего-нибудь такого непредсказуемого мне кажется на мой вкус давай давай приходи не трогаем ну как ребята здесь там успеем скрепиться чтобы нет хрен даже как тоже а еще я бы хотел напомнить общественности что не наступая невозможно ничего захватить поэтому клёво что народ следяет из минометов но мне кажется это умеренной полезности занятия как вы можете сами видеть твою матушка чувак не надоело себе что где товарищ лаки мы на бадуизе играем 1118 battlefield вот прямо как называется так он в списке серверов и есть и я чувствую что хрен я отсюда выберусь правда нет нет не привет привет мне будет накрыть угловую загородку там дети сволчи крадутся и прячутся не знаю если там кто теперь будет а а а а а а а а а Хорош, твою мать, из миномётов стрелять. Своих хвалите. Успел хоть кинуть гранатам? Наверное, хрен. А попробуй обновить страницу. Так. Но на этот раз я не закрашился, так что это неплохо. Я, наверное, перезадью это счастье, раз оно проблематично идёт. Ага. Я думаю, что это довольно длинный. Ну, относительно, полтора часа видео перерендерилось. Это такое себе удовольствие. Но зато оно будет в более высоком качестве, потому что оно локально-то у меня в Full HD. И в, что более важно, 20 мегабитах, из которых я могу получить свои стандартные 12. Так, а наши, тем не менее, тем временем куда-то прорвались. Так, а куда я? Не туда я. Аккуратно. А ты чей? Не сразу разобрался. Да, винтовка, конечно, сильнее. Ух ты. Да. но по крайней мере людей кстати больше чем прошлый раз если смотреть по игрокам мне кажется раз когда мы тут за хоббер заходили собирались было меньше раз такое пиковое время блин вообще конечно с технической точки зрения мне персонально удобнее стремить на твиче потому что того как-то полегче и логичнее устроена так в кого кидать граната в кого нет сложно сказать черт возьми лови забавно как-то мы неожиданно для меня отхватили все точки обратно поэтому на прошлом а с прошлые выходные я не был потому что пересекается это время обычно я его не использую с моим стримом а прошлый раз когда я был было человек может 10 я так не вспомнила по моему не столько ты подучай свой хорошо что сразу не выстрел так уж исторически сложилось что в 20 часов обычно я стримлю по субботу на своем многоязычном твиче и я там таким манером прошел облирия на skyrim а потом darksiders первые вторые третьи сейчас играю в genesis но вообще было непонятно что произойдет в эти выходные в связи с тем что и апгрейд и чувствую себя чувствовал особенно раньше не особо-то здорово но когда сергей мне написал в контакте шумова народ собираться и они собирался в девятнадцать часов я решил что может удастся совместить нас другим слона с носорогом и совместить все-таки удалось ну наверное я не знаю если у кого-то есть интерес смотреть на skyrim я его уже прошел дважды один раз чисто для себя второй раз под стрим на английском языке третий раз смысла ли в него играть я не знаю но если мы будем него играть то это затянется черт знает насколько потому что игра делал сами большая а у меня она в полном объеме есть конечно если я буду смотреть то почему бы нет тем более что я помню как я в нее играл на контроллере оба раза да да пиастричном контроллере можно его подружить с компьютером и прямо играется неплохо конечно минус то что повернуться нельзя быстро на 180 градусов например но плюс в том заключается что и целиться из лука несколько проще и плавно по-всякому ходить можно не просто бежишь или не бежишь и всякое разное только заспавнился 99 процента здоровья мне уже смесли как-то даже не интересно она с тем временем выщем или обратно ну да они все-таки по и выиграют даже если мы начнем зверски их выносить то за полторы минуты оставшиеся вы просто не успеем снести 100 тикетов чтобы по счету не проиграть а очки же учитываются при стечении времени насчет победы даже если и нуля не достигли ну ладно я хотя бы настрелял себе 14 щеков со всеми этими альтабами беспощадными у меня было бы больше но бы это такое наклонение которое не имеет смысла и значения давайте в прошлом не смотрите на вернуть будущее нет что вас любят происходит можно наверное туда пройти в обход да да я вижу стрелки там где-то на севере вроде бы щемятся где нет сюда может сюда да наверное коротенько все-таки пути есть но более редкие может быть я чего-нибудь такого не заметил здесь а здесь на самом деле всего больше чем мне казалось вот чего бы мне точно хотелось бы видеть так это больше здоровья такое ощущение что здесь на карте здоровья практически нигде не разбросано не хватало мне это случайно переключиться от пехоты на обзор камеры ну ладно мы как-то даже в кого-то постреляли немножко это неплохо oblivion мне не особо зашел я в него поиграл в стандартный без делся и без ничего мне не понравился интерфейс мне не понравилось автопрокачка всех ребят мобов которые качаются вместе с тобой когда ты выражаешься во что такое интересное типа вот пикинга но взломы замков или чекать фигни не боевой то авто левелятся прокачиваются мобы из умеется только на боевые навыки поэтому чем дальше играешь тем сложнее хорошо как-то даже не здорово и чего отдельно стоит упомянуть так это генерация лиц в нашем дорогом oblivion это вообще какое-то зверство мне кажется просто какой-то кошмар там все эльфы не эльфы дворфы никого не выбери дворф то конечно нет да мы помним что они все исчезли так или иначе у них какие-то картофельные совершенно головы и это какой-то эстетический кошмар они там выглядят как будто их лепилика из какой-то непонятной биомассы ну и само измерение этого объявила конечно первый раз неплохое но потом фактически под копирку все идет счастье это так а вот что мне здесь не нравится на карте так это то что штриховка мало контрастная с фоном поэтому я я толком не вижу даже когда пытаюсь пройти вперед а не могу потому что к сожалению них и наш не видно так почти одинаковых флагов цвета только полосы чуть-чуть разные поэтому я тяжело ориентируясь да и у меня с тех пор появилась есть обливиен на джоу джи что ли может быть мне так кажется я не знаю если там узкий язык на джоу джи можно будет посмотреть но тут та же самая проблема что и со скайримом пройти то его можно но это займет очень много времени и по два часа за раз мы так будем проходить наверное год будет ли народ это смотреть я не знаю может быть может быть нет есть здесь чего интересное принципе есть самолеты они вот это вот еще есть с виду как грузовик на карте на самом деле в принципе неплохая штука через стрелять умеет хорошо стреляет надо сказать я даже как-то приятно удивлял где а сволочью наверное если да не заберусь правда а если бачком бачком так давайте вместо этого груза да не хочу показать тачку если я хочу кого-нибудь там завалить то мне придется выйти из нее потому что маневрами с такси привет так да действительно неповоротливая штука нет так мы его не возьмем далековато спирил вот сюда окей верной дорогой двигаемся вот только здоровье у меня мало сколько три ну ладно хоть не ноль ночью заспалниться на здесь когда-нибудь как вы думаете сколько времени это займет возможно дольше чем хотелось бы фоллаут я играл только наверное во второй и далеко не до конца там застрял на одном месте и дальше у меня ломать голову оба свой не возникло желание о о пока я говорил с машинка зарисполнилась какая-то да поехали из трехмерных фоллаутов говорят атмосферная вещь нью-эгос еще говорят что важная вещь так что не знаю может мы как-нибудь него поиграем неудачно ладно давайте пешочком может только больше будет куда-нибудь сюда прощаемся ну у беседы вообще на всей игре один движок и местами он довольно таки устаревший ну конечно и меня тоже но по крайней мере неплохая штука как у нас обстановка по-прежнему вот фигула что он переключается на лопату после граната не обратно на автоматическое оружие и и и и и и и и и добежим не добежим вот еще вопрос теперь у нас курс к тому же меняется потому что кое-что мы теряем на кое-что захватываем потому что здесь не наши граждане завелись цветов сходных на расположение совершенно вражеского живых там хватает нет тут не двухместная машинка может быть на хрен с ней или может я с плохого расстояния я нашел в любом случае мы движемся в одном направлении потому что . тоже только вроде нет ни одна очень даже двое и ситуация продолжает ухудшаться не доживешь просто хотелось бы понимаете не оружие а чего-нибудь из разряда здоровья покушать я думаю что это не то действительно как и нет неа и теперь его так три на один нормально так тут наверное по нам стреляли с артиллерии привет михаил у нас тут были очевидны некоторые сложности трансляции и пока мы их отрисовывали прошло некоторое время в ходе которого я закрашивался battlefield но всем не менее но для меня это означает то что я трансляцию удалил когда она закончится а залью видео полноценное так что тот link который вконтакте висит вы на него внимание не обращайте когда я новый запущу вот тогда поговорим а для этого мне конечно сначала отрендерить все это счастье по-человечески потому что 20 мегабитный архив я конечно заливать не буду у меня больше не одессал но все-таки десятки не бывает это как-то слишком толсто и привет skymax даже удивительно что до сих пор кто-то смотрит 42 трансляции особенно мои сорокторы трансляции потому что если народ и покрупнее который тоже примерно специализируется в старых играх я долгое время помощью два или три года назад сидел на адеса модем чеки супер скоростью пол мегабита в секунду на upload я имею ввиду и где-то в районе трех или шести мегабит на download и я из-за этого использовал такой микрокомпьютер разбери пай 3 версии которые мне соответственно качала днями ночами видео на youtube чтобы я не оставлял включенным на полдня компьютер основной который ждет извините энергию и шумит я использовал такую маленькую платку который до сих пор есть которая мне верой и правдой служила довольно долго это конечно одну так себе удовольствие под контролами хорошо хоть не подальто но не все под контролом мы видим одну захваченную не захваченную и другую уж точно не нашу где кстати наш самолет закрепили только что захватили этом там наши хотел сказать есть точнее были потому что что потому что про больше их нет они умерли не кстати переключился буквально случайно на оружие не успел его завалить так наверное успел но так не считается пальцы скачем на другую клавишу бывает ну здесь у нас ничего нет нас более-менее выщемли хотя народ собирается на северо-западе хотелных дела получше идут так ага здесь штриховка это током почти невидимое которое мне не нравится которую на ощупь только можно найти потому что реально зеленая штриховка и зеленая территория это как бы фиговый выбор цвета я не знаю может быть это такой стиль но неужели нельзя было штриховку другим цветом сделать запрещенной территории потому что я ее различаю вот сейчас когда на картах смотрю а только за счет более темных и более светлых полос но относительно светлых так и хрен вообще увидишь особенно когда ее не очень много так а это что это наш хорошо то есть думал на меня едет это было бы довольно-таки фигово но возвращаясь к интернетовским делам сейчас у меня сколько поэтому мегабит 20 что ли какой-то дешевый тариф потому что когда у вас тоже не очень дорогой я бы даже сказал низко бюджетный чей я так и не понял честно говоря мы хрен с тобой я свой ставить под раздачи попал скорее с компанию ну ладно окей пойдем дальше еще о чем хотелось бы упомянуть это о том что поскольку я этого трансляции буду из-за технических некоторых проблем удалять и перезаливать то соответственно все статистика все лайки просмотре комментарии сбросятся так что если вы хотите чего-то поставить сейчас не ставьте оставьте потом как появится скорее всего в воскресенье я залью в какое-то более-менее адекватное время и вот тогда будет соответственно такой вот шанс поддержать канал если есть конечно желание твою теперь счет идет другую сторону давайте-ка мы хоть что-то отвоюем действительно вот это вот например что-то а серега и не сереге будем надеяться что я доживу до захвата точки но это конечно нет привет ребята вы точно не доживете ух ты начатки и захочешь это тоже как-то народу много у него не стреляем а и конечно же здесь нет никакого здоровья правда же чего только нет но вот здоровья нет были припасы вроде бы я когда-то замечал не здесь пугать потому что есть иконки нету хотя было бы логичный черт возьми ну да ладно делать особо нечего как-нибудь краешка в город у люди выбраться только блин дошел и до . то мысли и опять да теперь они окончательно захватили но не то чтобы совсем окончательно но до спавна делать теперь дойдет и это неприятно совсем неприятно перезаряжаемся без они здесь спавнится вроде бы не знаю каждый раз ту а пардон пока пытался захватить точку у меня сработала реакция на какую-то движущуюся хрень крема передо мной к сожалению для нашей команды это казались наши поскольку точка была еще не захвачена я не ожидал увидеть кого-то другого кроме врага так нет так мы точно не бежим как выяснилось так тоже ладно давайте хотя бы . переключим для спавна а то она все как-то теряется потом захватывается поэтому теряется это конечно в принципе неплохо потому что это означает что у меня очков будет больше за захват . вроде 2 очка дают да что сравнится неплохо особенно если пару человек свалить вместе с этим но смысле победы карты на карте пардон это недостаточно хорошо ну граната мне сильно не поможет тем более 1 не хорошо чувака увидел на этот раз решил подождать и как выяснилось зря но зато теперь у нас большинство что мы сохраним наше преимущество которое у них пока еще есть шанс выровнять потому что 6 половиной минут это все таки довольно много не обязательно ведь сбивать вражеские тикеты до нуля достаточно чтобы на момент истечения времени было значится у врага их другое количество не давайте попробую помочь отбить точку то здесь струйка вражеская нарисовалась такой мешанине главное понять кто свой а кто не очень ну допустим сказал я отклонившись чтобы посмотреть на клавиатуру я так на семерку не сориентируясь не не пройду я так а тут наверное есть смысл это проходить нету потому что там загорошено все на мой взгляд 319 572 это все-таки не дрова ну ладно у меня четвертое место но если бы я меньше стрелял по своим ненароком разумеется но тем не менее то мне было бы побольше очков может быть не 46 но за третье место мы посражались так уже в принципе можно было бы закругляться если только следующая карта не будет особо интересной потому что мы уже стримим пытаемся стримить мусора часа у меня час 25 показывает а без чего там долетела до чего сложно сказать но запись мне есть целиком вот этот самый battle of the giants ага да это же да поэтому будем играть завершение стрима складывается я все хотел посмотреть на что же она похожа когда играешь собственно говоря с людьми они сборами потому что когда играешь с ботами здесь играть реально не интересно и делать в общем-то особо-то и нечего но может с людьми гораздо лучше тащимся конечно как не всегда да ну танк он и есть танк или вернее я бы сказал броневичок на танк внешне она не особо похоже я обычно вот такие фрагменты записываю чтобы мне было потом конец эпизода чего показать какой-нибудь проезд наш гордый и грозный у нас ребята мы против союзников значит синеньких валим если получится что-то такое ощущение как поддергиваем наверное сетевые проблемы но пакеты я не дропаю так что это не мои сетевые проблемы а вот такой такого прикола с подсветкой я еще не видел это прикольно это прямо отвопытно так вот этот товарищ он вообще чей сложно сказать север мы уже здесь на этой линии захватили вертикальный и юг вот уже тоже значит двигаемся не останавливаемся в принципе можно и по этой улице а потом просто свернуть через лес потому что я вижу что вроде бы дорога нас водит не туда куда надо так а я вижу кого-то какое-то движение не наше движение очевидно нет ну хорошо пошло ну это теперь по южнее взять ухты а это типа царь танк как будто мне конечно та еще коробка я в ней все стреляю 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 она все живая ну наконец-то а ну конечно вот против этого будет сложнее наверное теоретически по идее должен быть прочный я его никогда не пытался разбомбить как-нибудь или снарядами закидывать и скорее всего не выйдет мне стоило бы сосредоточиться на чем-нибудь более адекватным но просто нельзя же шансы пускать поэтому мы геройски погибнем хотя могли бы жить просто чтобы посмотреть на это счастье так это наши них не надо стрелять да здесь что то еще есть помним помним машинка простая но сильно лучше чем чего по поводу политики и советоваться с оппозицией я думаю достаточно ясно и очевидно то что с скажем так нельзя переговорами назвать процесс когда другая сторона находится за решеткой в наручниках это не переговоры это жалкая попытка изобразить какую-то скажем так более нейтральной ситуации и за этим наблюдать довольно таки смешно так так я как бы это мне наверное никак так что за пардон происходит ага вот чем дело сволочи так ладно поедем дальше или не поедем я пытаюсь понять захватят эту точку или нет которую я позади оставил себя так ах ты моя теперь мне точно звезда а 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 куда нам нам на север да с людьми здесь пожалуйста как-то поживее я помню все все не мог этот танк захватить когда он не за свои заспавнится и вот сейчас тоже самое обновь такая наша судьба вроде техника есть воспользоваться не можешь мэйби он дэй однажды но точно не сегодня и скорее всего не завтра вот так у людей из-под носа прямо . и возит потому что нужно смотреть черт возьми по сторонам я как люблю напоминать народу в овервотче когда играя ребята чуваки вы конечно хорошо что прямо во врага посмотрите его гости но иногда не мешает оглянуться потому что бывает что прямо с фланга заходят какие-то странные товарищи и выносят половину вашей командой или например друг . потому что игра же командная что о врач чтобы это филка это означает что нужно думать о выгоде всей команды не только на том сколько ты фрагов набил что тоже важный вопрос не поймите меня неправильно только не важный и как народ говорит в более современном бетафолде так сказать птифу играете штопанный объектив то есть следите выполняйте задачи своей неудачно я нажал кнопицу момент когда он взорвался что люди почему это меня убило может быть просто снаряды рядом разорвался у меня за компанию разнесло а у него брони оказалось под крепче чем моя кожа как-то перепрыгнем и давайте мы как-нибудь лучше бочку так окей хорошо договорились могу если зайти хрен надо его взорвалась окей может теперь он за респавниться на нашей стороне как знать но я пока что может быть поищу все таки каких-то боеприпасов как вы думаете у меня есть шанс их найти да одну гранату восполнить что творится где-то падла я даже толку не вижу а увидел на пост окей но я может внизу просто заспавнись и тогда будет лучше тем более что баланс мы пока держим ух ты один тикет не то что вы сильно много все таки этим временем заспавнился и танк переключаемся на прицел а ну очень даже нет пытаемся прорваться куда-нибудь чей пока пока я там рассматривал меня заводили окей 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 так это ты сам сдохнет у нас вот такая проблема что у нас здесь это не я где эта хрень находится вообще ладно более-менее это конечно эти боковые пушки они сильно неудобно может быть когда несколькими человеками играешь в одном танке а то она получше но в одиночку управляться прямо не интуитивно и довольно медленно так окей да это меня устроит все-таки побыстрее против пехоты самое то а погоди-ка нам не нужно сюда там незахватываемая . нужно вместо этого на север точиться так заезжаем с какой нужной стороны там и наш целый вагон и тележка аккуратно ребята ну чё враги есть да не особо давайте поедем на передовую туда-обратно давайте переключусь на нормальный обзор какой нормальный обзор вот этот так и я заехал в забор из которого теперь хрен выберешься вот это фигурно и долго отсюда выезжать твою матушку это мне не сильно помогло окей ну наконец-то выехали всего лишь мониториям не потратив но окей куда мы вообще не сюда почему потому что потому что сзади у нас есть тоже цель потому что народ проехал народ ненашенский там уже кто то есть из наших но не гарантия что один человек справится может быть может быть нет процесс захвата идет но пока сейчас сложно что-либо предсказывать так тоже фигово нет наш не люблю нависающие надо мной низколетящие самолеты так ну и кто это захватил и где он по идее недалеко то есть твоя матушка ладно пока народ выясняет чья техника я возьму что не свободное может быть даже да вполне себе и мы попытаемся чего-то сделать так кто опять по мою душу она может быть даже и своим смотрим вот это кто а это пока свои по крайней мере один а а и а а а Древний, это вообще не замечательно, можно застрять легко. И я тебя тоже вижу, и у меня сильнее, ты уж извини. И броня толщина. Ближе, наверное, проезжать не имеет смысла. Поэтому мы будем как-нибудь здесь. Так, попадаю ли я? Не знаю, потому что они успели больше или раньше. И раньше. Скорее. Ага, там что-то поехал сбоку. Так. Хватит. Самолеты считать. Аааа, да, удивительно. Но мне это не сильно поможет. Ладно, совместно мы как-то справились. Здесь можно как-нибудь залезу куда-нибудь. Чувак, пристань. Совсем недалеко до нас, в принципе. Но продвигаться тут тоже особо незачем. К тому же это похоже на такую вот довольно-таки осуждаемую сообществом осаду базы прямую. Так. Но пушку я, наверное, мог бы занять какую-нибудь боковую. Аааа. Да. М---. Чувак. Ааа. теперь теперь уходим но панель не успели уйти ну ладно хотя бы не только я сдох покажем можем взять маленький танчик почти игрушечный поехать на север чтобы очередной раз перезахватить точку и на этом успокоится потому что и время не заканчивается карты но заканчивается время стрима да и тикетов осталось совсем немного я даже не уверен что я успею нормально там что-то сделать человеческое а то ведь мы не быстро передвигаемся может быть товарищ бава успеет сбить точку хотя бы на нейтральную так сказать территорию ситуации передачу полная победа джейсон бон пип из наших и пабс из не наших а я 6 в принципе довольно хорошо спасибо сергею за то что он не позвал на себе мероприятие я на постоянной основе не смогу в субботу участвовать потому что у меня обычно в субботу запись контента англоязычного по стримам по вечерам как раз вот 20 часов поэтому такие исключения понятно делаю в исключительных случаях а это означает что не каждый раз но тем не менее и спасибо всем кто присутствовал это и алексей и skymax и михаил и кого-нибудь кого я еще пролистаю вот только если я как-нибудь закрою battlefield для начала и как обычно я гадаю сбросит ли он не рабочий стол на разрешение 800 на 600 или не сбросит то бывает он ведет себя нехорошо но сегодня повезло сейчас да еще мы товарищи лаки передаем приветы и константину лаврову и все так что напоминаю трансляция будет удалена и загружена в полном объеме в лучшем качестве и без косяков когда там сколько полчаса первые пропустили почему-то завтра где-нибудь наверное ну если не в полдень то к вечеру и увидимся мы на следующей неделе спасибо за просмотр и до встречи а